шаббат шалом дорогие друзья я сначала прочитаю текст который мы прочитали на иврите и сказал господь маше и арону говоря вот устав закона который заповедовал господь говоря скажи с нам израилевым пусть приведут тебя рыжую телицу без порока у которой нет недостатка и на которой не было ерма и отдайте ее елизару священнику и выведет ее вон из стана и заколит ее при нем и пусть возьмет елизар священник перстом своим крови ее и крови покрапит передней стороне скини собрания семь раз и сожгут телицу при его глазах кожу ее и мясо ее и кровь ее с нечистотой ее пусть сожгут и пусть возьмет священник кедрового дерева и из сопа и нить исчерленной шерсти и бросит на сожигаемую телицу и пусть вымоет священник одежды свое моет тело свое водой и пойдет войдет в стан и нечист будет священник до вечера а сожигающий ее пусть выведет одежды вымоет одежды свои и омоет тело свое и нечист будет до вечера и эта недельная глава называется хукат но я хочу прочитать немножко дальше хочу прочитать с 20 главы с начала первые шесть стихов и пришли сыны израилевы все и все общество в пустыню син в первый месяц и остановился народ в кадисе и умерла там морям и погремлена была там и не было воды для общества и собрались они против машей и арона и возвратал народ на машей и сказал о если бы умерли мы умерли тогда и мы тогда когда умерли братья наши пред господом зачем вы привели общество господне в эту пустыню чтобы умереть здесь нам и скоту нашему и для чего вывели вы нас из египта чтобы привести нас на это негодное место где нельзя сеять нет ни смог комниц ни винограда ни гранатовых яблок и даже нет воды для питья и и пошли моисея рон однорода ко входу с кинью собрания и пали на лица на лица свои и явилась им слава господня я хотел бы обратить наше внимание вот именно на такие слова как возроптал народ ропот что что такое ропот можно охарактеризовать ропот как недовольство но это не просто недовольство или не с чем-то может быть даже не согласия именно вот такое недовольство которое призывает человека к чему-то вот более такому кардинальному и мы видим что если бы это просто были может быть какой-то шепот или какие-то разговоры то маше и арон бы может быть и не пошли даже без кинью собрания не пали на лица свои но мы видим что обстановка накалялась и может быть видимо все оставалось так же как и было но внутри и чувствовалось это напряжение и казалось бы отчего это напряжение почему такое происходило мы читаем и особенно вот где мы читаем о выходе народа израиля из египта что часто народ роптал часто чем-то был недоволен и это часто вызывало призыва ну как бы приводило к тому что народ хотел свергнуть тех кто их предводили возмущались на маше и арона и мы видим из этой главы что умирает моря сестра маше и арона и смотря на ее жизнь мы понимаем что она была не просто женщина не такая вот как незаметная наоборот она имела огромное влияние и на маше с ароном и на весь народ она была в неким таким вдохновителем правда была не иногда вдохновителем также и на ропоты восстания и мы видим что народ видимо ощущая того что они возможно кто-то забыл и чего они вообще там были другие помнили для чего они выходили что они уже не достигнут той цели которой они были предназначены и естественно это вызывало у них этот ропот недовольство что как это так может быть лучше было вообще там остаться может быть лучше остаться рабами может быть было лучше не послушаться вас и не выйти с вами для чего этого всего нет ну нужно было для почему у нас этого нету почему мы этого не достигли не так ли каждому из нас такие приходят мысли для чего я это все делаю может быть не нужно было так делать. И мы ищем иногда виноватых, мы иногда думаем, что кто-то в этом виноват. Знаете, когда я читаю о ропоте, я всегда вспоминаю слова Адама, когда он сказал Всевышнему, жена, которую ты мне дал, она мне дала, а я ел. И часто, вместо того, чтобы понять, может быть, что-то проблема во мне, мы ищем проблему в другом человеке, мы ищем проблему, что это Бог создал нам эти проблемы, для чего нам это все нужно. Иногда, общаясь с людьми, иногда, очень часто я замечаю, что люди часто недовольствуют, часто говорят, что зачем мы сюда приехали, зачем мы живем в этом Израиле. И там у нас было все по-другому, у нас там были квартиры, у нас там были хорошие должности, а здесь что мы? И часто вот такая критика, она как бы, ну, не способствует нормальному вообще отношению к Израилю, или, может быть, в семье, не создает нормальную, ну, такую духовную обстановку. Иногда мы возмущаемся на наших родных и близких, говорим, ну, как это так, вот ты такой-то, такой-то, как ты можешь так поступать? Но не спешите критиковать кого-то. Подумайте о себе, подумайте вообще, для чего мы здесь находимся, для чего мы здесь живем. Народ, видимо, до конца не осознавал, что, в общем-то, их цель не остаться в этой пустыне. Их цель – пройти через эту пустыню и войти в землю обетованную. И, возможно, не они, но чтобы их уже потомки вошли. Но, видимо, народ уже забывал об этом. Потому что, ходя столько лет по пустыне, можно и забыть уже, для чего ты там находишься. И, видимо, народ уже стал забывать о тех милостях, о тех благодеяний, которые Господь оказывал им, когда посылал мясо, когда посылал манну, для того, чтобы народ не голодал. И я помню, что вот я обратился в той общине, где часто пели такую песню, «Милости Господни, вспоминай, считай». Нужно помнить о милостях Божьих. Нужно помнить о том, что Господь действительно оказывает нам милость. Сколько нас раз Господь сберегал, может быть, от каких-то, ну, вот таких очень тяжелых случаев, от каких-то аварий, от каких-то болезней спасал, исцелял, давал выздоровление. И часто мы это забываем и начинаем смотреть на те тяжелые обстоятельства нашей жизни и критиковать Бога, критиковать других людей, говорить, что во всем это вы виноваты. Но часто не обстановка виновата, а наше внутреннее состояние виновата в том, что мы неправильно воспринимаем то, что нас окружает. Я также хочу прочитать из Коринфянам, 10 глава. Первое послание Коринфянам, 10 глава. Пятый стих. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне». И десятый стих. «Не ровщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». «Не ровщите». Ропот, он часто может нам не давать двигаться вперед. Он может нам не давать понимать правильно ту обстановку, в которой мы находимся. И мы знаем также примеры, когда те, кто покорялись Всевышнему, они следовали за Ним, следовали за Его повелениями, следовали за Его уставами и слушались тому, что говорил Всевышний, и исполняли Его. И самый яркий пример – это наш Господь Ишуа. Мы читаем, что Сам Всевышний сказал, что «Вот Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Если на некоторых не было благоволения, то на Нем было благоволение, потому что Он пришел, чтобы исполнить волю Своего Отца Небесного и приобрести то спасение, то радость, то дело, которое Он совершил для нас, чтобы мы в Нем это все имели. Будем приходить к Нему, будем благодарить Его за все, что Он нам дает. И если у нас какие-то трудности, не будем сдаваться, не будем роптать, но будем покоряться Его и искать у Него помощи, искать у Него милости, благодати, и благодарить Его за все, что Он у нас, для нас делает. Аминь. Аминь.